Здравствуйте! В прошлом своем видео я опубликовал живой Zoom разговор общения в моей закрытой мастерской, в которой мы обсуждаем с моими слушателями самые актуальные вопросы. Ну я, конечно, понимал и рисковал, потому что одно дело, когда мы обсуждаем это в нашем закрытом кругу, а другое дело, когда такую очень острую тему, как отношения между Россией и Украиной я публикую открыто, то, естественно, я ожидал и получил большое количество гневных, возмущенных, комментариев, отписок. Ну около 350 человек отписалось из 65 тысяч. Я считаю, что это очень хороший результат. Но все-таки я это дал, потому что это своего рода некая проверка аудитории, потому что два часа мы обсуждали с моими студентами самые актуальные вопросы, затрагивали много тем, но как бы зацепились. Это люди, которые находятся под влиянием пропаганды за традиционные пару моментов. Ну я хочу сказать, что для меня ничего нового это нет, потому что количество неадекватных людей сейчас в сети стремительно растет. Я хочу привести пример. У меня вот в друзьях есть на фейсбуке Борис Филатов. Насколько я понимаю, это мэр города Днепра на Украине. И вот он с болью вот совсем недавно в феврале опубликовал соответствующий пост. Вот смотрите, что он пишет. Я безусловно понимаю, что многих упоротых снова бомбанет в комментариях. Но сейчас я никого не хвалю и никого не осуждаю. Я просто с ужасом наблюдаю, как огромное количество соотечественников потеряли любые признаки критического мышления и оценивают политиков исключительно через призму личных симпатий. Ну здесь не только политики, здесь вообще все. Люди теряют объективность. И хотя я затрагивал много тем, и хотя я призвал к миру, я сказал, что надо закрыть эту темную страницу в отношении Украины и России, и надо стремиться к миру и восстанавливать ее. Все это было неуслышанно. Наоборот, народ зацепился, что я типа якобы говорил о проблемах с русским языком на Украине. И с пеной у рта начали доказывать, что никаких проблем нет. Друзья, шановные друзья, я и не говорил, что на бытовом уровне есть какие-то проблемы с русским языком. Наоборот, я говорил о том, что на бытовом уровне с точки зрения обыденного сознания большинство говорят на русском языке в Украине и в восточных областях Украины. И это свидетельствует в пользу того, что мы продолжаем быть одним народом, одной нации, с одной культурой, с одним языком. Мы все воспитывались по одним учебникам, ходили в советские школы, пели одни и те же песни, смотрели фильмы, и это продолжает сохраняться. Именно вот это стало целью насильственной украинизации со стороны государственных структур. Ну, я напомню, о чем я говорил. Вы транслируете типичную точку зрения обыденного сознания. То есть на бытовом уровне никаких проблем нет. Это доказывает, что мы одна нация, говорящая на одном языке и в одной социокультурной парадигме. Но пришли к власти чуждые этой нации люди, которые пытаются искусственно навязать синтетически образованный язык, который близок к сельскому наречию. И продавливая через мощь государства, через юридические документы, законы и обязательства в госэтих, пытаются повернуть и расколоть страну в другом направлении. Вы сейчас говорите, потому что весь ваш опыт, история, жизнь, для вас это проще, естественно. Но когда молодежь перестает слышать русский язык со средствами массовой информации, читать книги. Сейчас вообще большие проблемы с русскими изданиями на Украине. Я уже приводил пример своих книг. То она воспитывается уже совсем в другое. То есть это игра в долгую, понимаете? И почему рождается такая ненависть к русской культуре, русской истории? Почему переносится имидж воровской преступной власти, которая сейчас в России, на все население, на нацию? То есть с точки зрения обыденного сознания в повседневном быту никаких проблем нет. Еще раз повторю. А вот с точки зрения изгнания русского языка, русской культуры из школ, из средств массовой информации, из кинофильмов, за предпечатание книг на русском языке это все есть. И вот с этим я смириться не могу. Вы знаете, в фашистской Германии все начиналось в 1933 году с невинных вещей. То, что в 1933 году, когда Гитлер пришел к власти, в парках на определенные скамейки повесили табличку, что здесь евреям сидеть не разрешается. Ну, евреи умыльнулись и сказали, ну что, ну есть другие лавочки. Потом появились таблички на некоторых магазинах, что в этот магазин вход евреям запрещен. Ну, подумаешь, сказали они, есть много других магазинов. Потом появились кварталы, в которых нельзя жить и входить евреям. А потом уже осталось совсем недалеко до концлагерей, понимаете. И вот быть чутким вот к таким проявлениям, это задача любого аналитика. Потому что, ну вот меня учили так. Я лингвист, я волновой лингвист. Я знаю много языков. Я говорю с, ну как минимум с полмиром на родном языке, с людьми. И вот мои учителя говорили, что в языке для лингвиста нет запретных слов, включая матерных. Для хирурга нет на теле человека запретных мест. А для аналитика нет запретных тем для анализа. Что такое аналитик? Это человек, который умеет оценить ситуацию, взглянуть на ситуацию с разных сторон и сделать правильные выводы. То есть потом их синтезировать в нечто новое. Так вот, для того, чтобы понимать, что происходит, надо взглянуть на ситуацию с разных сторон и оценить. Поэтому я вижу, что большие проблемы не просто с русским языком, а с ненавистью к России, к стране, не к конкретному Путину. Я не люблю ни Путина, ни его коррупционный режим. Я как бы с презрением отношусь и к вашему президенту Зеленскому, хотя у меня были надежды, что человек все-таки не из системы что-то сделает. Увы, ну это как бы мое личное разочарование. И не только мое, многие так разочаровались. Но надо отделять народ, страну, культуру от семиминутных правителей. Уж сколько я пережил Хрущевых, Брежневых, Черненко, Андроповых, Горбачевых, Ельциных, этого. Переживем и этого. Но страна все равно развивается. Люди развиваются. Что-то происходит. Я вижу, что не все плохо в нашей стране. И когда начинают хаять, то я превращаюсь тоже в русского националиста. Хотя мне это совсем не присуще. Так вот, в числе вопросов, которые мне сдают, говорят, а почему же в России нет украинских школ, украиноязычных? Я вам скажу, друзья, 10 лет назад в Москве и в Санкт-Петербурге решили создать украиноязычную школу. Выделили здание, набрали персонал, учебники на украинском. За полгода объявили прием, заявок. 1 сентябрю собрали в двух крупнейших городах России, как бы вы думали, сколько? Одну заявку на обучение в украинской школе. Понимаете? Нет запроса на украинский язык в России. Я вам скажу даже больше. Есть статистика. Вот перепись 2010 года. Смотрите, примерно около 2% населения украинцев в России. И в то же время, если взять количество детей до 16 лет возрастом, то украинцев меньше полпроцента. То есть в 6-7 раз меньше, чем самих украинцев. О чем это говорит? Это говорит о том, что украинцы, живущие в России, записывают своих детей русскими. Нет потребности быть украинцами в России. Понимаете? Я уж не говорю про школы. Есть украинские классы в некоторых селах, где проживает компактно украинское население. Да, это есть. И никто не препятствует. Пожалуйста. Но учить детей украинскому, это означает суживать его мировоззрение, его культурный диапазон. Понимаете? Никто этого не хочет. А что касается государственного языка, то в России намного лучше решается этот вопрос. Потому что у нас везде, где есть автономные республики, везде, где живут более-менее компактно люди, которые говорят на своем языке, везде в этих местностях местный язык является государственным. В Крыму государственный язык русский, украинский и крымско-татарский. Да, что там говорить Крым? Вот есть республика Якутия, Саха. Там официальный язык русский и якутский. А также официальными языками являются местные языки ивенкийский, ивенский, долганский, чукотский и юкагирский. Со всеми равными правами. То есть человек может писать, заявляться в какие-то в госорганах и прочих на юкагирском, долганском. Это его право. Никто не будет препятствовать. И так везде. И в Башкирии, и в Татарстане. Я же не говорю про республики Кавказ. Это отдельная тема. Такая болезненная тема, я бы сказал. Но никто не препятствует. Так что в этом плане, в России, все гораздо лучше. Понимаете? И еще важный момент. Сейчас будет сеанс белой магии с одновременным ее разоблачением. А может быть черной магией. Вот смотрите. Я сейчас вам покажу. Вот. Слышите? Хлопок, да? Так вот, для того, чтобы хлопок был, надо, чтобы ударили две руки. Как говорят китайцы, чтобы звук был, надо, чтобы два камушка стукнулись. Так вот, в любом конфликте замешаны как минимум две стороны. Как минимум. Есть, может быть, и третья, и четвертая. Так вот, то, что случилось с Крымом, с Донбассом, с Луганском, есть напрямую вина самих украинцев. Украинского, в первую очередь, руководства. И вам это надо признать. Просто так ничего не бывает. Даже Чири не скочит на одном месте. Поэтому, пока вы не признаете в том, что ваша вина есть, очень трудно будет найти язык взаимопонимания. Хотя можно было избежать всех этих ужасных последствий, этих тысяч трупов, которые погибли непонятно за что. Так вот, я вам скажу, достаточно было трезво признать, что Украина не единая страна. Она разделена. То есть, лево бережье отличается от право бережья. Юго-восток Украины тяготеет к России, а, естественно, западные там области Украины к самостоятельности, скажем так. Так вот, и это означает, что надо было отказаться от принципа унитарности, а перейти к федерализму, тому принципу, который есть в России, и дать Юго-Востоку определенный статус национально-культурной автономии. И все, и не было бы войны. Никакой войны бы не было, и не было бы трупов. И Украина была бы единая, но на принципах федерализма. Чего тогда уперлись-то? Почему до сих пор с остервенением доказывают, что Украина – это унитарное государство? Это же не так. То есть, вы объективно не можете взвесить, ну, вы, я имею в виду, руководство Украины, в то, что является объективностью, объективными реалиями, днями. Поэтому вот этот принцип, то, что надо дать Юго-Востоку Украины определенные национально-культурной автономии, дать статус русскому языку государственным, зафиксирован в Минских соглашениях. Это признано, это признано международным сообществом. Есть даже резолюция ООН о том, что Минские соглашения являются основой для дальнейшего регулирования ситуации на востоке Украины. Это международный закон, акт. Кстати, и о языке тоже. 23 января 2018 года парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, где говорится о том, что необходимо обеспечить равные права региональным языкам. Это как раз резолюция была принята для Украины. И хотя представители Украины резко начали возражать, встал представитель Венгрии и сказал, мы для вас это принимаем, чтобы вы были цивилизованными, вы хотите в Европу, так уважайте права меньшинств. А в Украине русские не являются меньшинством. Русские являются большинством. Поэтому не надо чмырить и лишать их права говорить на своем государственном языке. Это международное право. Это резолюция по спасе Европы, куда вы так стремитесь. Поэтому это не псверидов вас разочаровывает. Вас разочаровывают ваши взгляды в международное сообщество. И в конце концов, вы должны это понять и признать, если вы хотите двигаться дальше. В конце концов, прекратите нагнетать антирусскую истерию. Потому что до смешного доходит, когда спортсмены из Украины отказываются общаться с коллегами, с спортсменами из России, говорят только на английском языке и прочее. Вы кого удивляете-то? У кого смешите-то? Можно бесконечно надувать глобус Украины, но все равно вы замыкаете свой народ, своих детей в очень узеньких рамках. Есть международный язык, русский, и вы на нем говорите. Отказываясь от него, вы фактически закрываете свое будущее. А оставляя принципы унитарности, вы, по сути, подписываете приговор своему будущему. У меня плохой прогноз для Украины в нынешнем виде. Если вы не взглянете правде в глаза, если вы не признаете за собой часть вины в том, что случилось, ну, Украина будет разделена. Объективная ситуация возобладает, понимаете? Вот что я вам хотел сказать. А сейчас вы можете отписываться, ставить дизлайки, там, писать оскорбительные комментарии. Мне на это все равно, понимаете? Я никогда не говорил и не буду говорить, как все. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик. Нет, я никогда не шел на поводу у публики, потому и интересен вам. Вы приходите ко мне послушать, что же говорит умный, независимый человек, ни от кого. Потому что, если бы я хотел, я бы набрал бы сотни тысяч подписчиков, потому что надо говорить и кормить сладенькое на потребу то, что тебя ожидает слушатель или зритель. Нет, я говорю только то, в чем я уверен и что я могу логически аргументировать. Поэтому, пожалуйста, отписывайтесь от моих будущих видео, ставьте дизлайки, пишите оскорбительные комментарии. Во-первых, я их буду блокировать. Во-вторых, таким образом вычищаются неадекватные люди, про которых Борис Филатов говорил. У меня сохраняется костяк, и пусть у меня будет не 65 тысяч подписчиков, а 50, а 25 тысяч подписчиков. Но это будут люди мои единомышленники. Это люди, которые умеют думать и анализировать. Понимаете? А это дано не всем. Вот я приведу пример мнения Черниговской. Величайшего человека, ученого, который говорит о том, что уметь думать это дано не всем. Большинство людей вообще не думает. Это страшный труд. Думание это невероятно сложно. Усилие. Это напряжение всей личности, я бы даже сказала, всего организма. Это все. Поэтому это не всем доступно. Вот что я вам скажу. Это политик или нот коррект, конечно, но уж извините. Не всякий может думать. По-настоящему так. Вот держать мысль – это страшный труд. Это такое же напряжение, как, я думаю, в молитве. Когда вот чтобы никуда не уплывало это. Вот это должен быть прямой сильный поток. Огромный труд. Да, тяжело. Ну вот и все, что я вам хотел сказать. Поэтому отписывайтесь, ставьте дизлайки, пишите оскорбительные комментарии. И всего вам доброго. Тупите дальше. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...